Друзья, всем привет! Хочу сегодня вам показать квартиру на съем с 1 ноября, которая стоит 5000 шекелей. Ну, конечно же, торг уместен. И сегодня у нас в гостях, можно сказать, на канале агент недвижимости Геннадий. И мы у него спросим вообще, расскажи, пожалуйста, об этой квартире, расскажи, пожалуйста, о районе, в котором она находится, поподробнее, пожалуйста. Квартира 5 комнатам, 125 метров, балкон где-то метров 30. Как видите, эта квартира больше видовая. Соседи, дома, с одной стороны дома есть, домов нету. Минус этого района заключается в том, что здесь дом на доме. Смотрят к тебе на балкон. Плюс у нас здесь все рядом. У нас есть, рядом есть детские площадки, детские садики. Сзади у меня есть школа. Вот она там. Здесь большая детская площадка. Здесь у нас стадион. Здесь строится какой-то меркаж мюсхарей. Сколько Арнона стоит? Арнона 1600 на 2 месяца. Арнона и Вадабайт пока еще не определили. Но я думаю, я в этом районе работаю уже года 3. Арнона будет 280-350. Не Арнона, но Вадабайт. Вадабайт будет 280-350. Есть две подземные стоянки. Одна за другой. Стоянки. И есть Максан, кладовка. На балконе есть подключение воды и подключение газа. То есть можно поставить мангал и сослаки, и все такое. Да, балкон шикарный. Значит, плюс этого района, что здесь есть все рядом. Тут есть выход на Тель-Авив, близко к пляжам. Расскажи, скажи, пожалуйста, кто здесь, вот ты уже из опыта, кто тут часто всего селится? Какие это люди, портреты пиши? Процентов 70 АйТек. Бухгалтеры, программисты. То есть люди со средним достатком. Кто может позволить себе такую квартиру? Ну да. Сейчас пока еще, извини, что перебил, сейчас пока еще нету здесь мебели, вину на кухне, да? Будет эта кухня или надо садить? Да, за кухню мне заплатили 50 тысяч секелей. Квартира будет готова на вселение с 1 ноября. На квартире будет там. Они сделали рецов, как она называется, плитку сделали на пол. Метр 20 на метр 20. За кухню, повторяю, заплатили где-то 50 тысяч секелей. Она будет вместе с островом. Будут стоять шкафчики. На всех окнах есть эти сетки от хомаров. Есть душевые кабинки. То есть положили здесь на эту квартиру где-то 1070-1080, чтобы она была отличная от такой, который дает каблан. Скажи, пожалуйста, есть ли, как бы, ну, возможность или такая опция торговаться за эту квартиру? Да, 5 тысяч с торгом, да. Я в этом районе работаю 3 года. Цены поднялись. На аренду поднялись. Раньше 5-комнатную квартиру, дома чуть-чуть подальше отсюда. Я 5-комнатные квартиры, в проектах, квартир, которые 125-130 метров давал, 4200-4500. Сейчас просят больше, потому что район очень... Динамично развивается. Динамично развивается, да. Очень... И здесь хорошее жилье. Здесь нету этих пробок. Люди, которые раньше снимали на Кармеле, на Роме, на Афузе, не знаю что, платили те же деньги, та же Арнона. Все то же самое. И искали стоянку. Здесь у тебя есть 2 стоянки. Здесь у тебя есть Максан. Здесь ты вышел, сел в машину 5 минуты на море. Поехал в 2 или 3 каньона, чтобы можно сделать покупки. Ну, понятно. Выезд на Тель-Авив. Ну, вот, ребят, просто как бы это видео было записано с целью того, что часто вы меня просите рассказать, показать районы города. Но когда нет, как бы, конкретной цели, как бы, видеосъемки, да, то мне тяжело это делать. Сейчас, как бы, мы с Геннадием начали больше сотрудничать. И по мере того, как у нас будут какие-то объекты на съем или на продажу, да, будем заодно показывать вам и районы, которые есть в Хайфе. Они действительно есть разные. Например, как этот район. Это действительно такой новый район. где все рядом, все близко, все новое. Ну, как Геннадий сказал, минус то, что народ может заглядывать тебе в квартиру. Ну, не в квартиру, а на балконы. То есть сейчас вы вот видите, да, как они плотно, как бы, рядом друг возле друга стоят. Но в отношении этой квартиры хотелось бы сказать, что действительно здесь пока что перед этим домом ничего не планируется в плане стройки. Поэтому вид, как бы, никто не отгородит. Это, как бы, большой плюс. Я тебе еще хотел сказать, кого интересует, эту квартиру купили на инвестицию. Значит, пять лет назад эти квартиры, я не говорю конкретно про этот, все район. Пять лет назад, когда этот район начинали строить, дома, они находятся не здесь, еще дальше. Самые первые дома, которые были строили. Люди покупали, покупали пятикомнатные квартиры. Смотря в каком проекте, ну, был разброс цен 900 тысяч, миллион сто. На сегодняшний день квартиру, крайнюю в этом ряду, да? Крайню в этом ряду, там просто другой, тут, значит, на сегодняшний день здесь есть, по-моему, семь проектов. Значит, квартиру можно купить за миллион, уже получается, со вторых рог. Миллион семьсот, миллион семьсот пятьдесят, это средняя цена рынка на сегодняшний день на эти квартиры. Каблан уже продает оставшиеся квартиры, которые у него стоялись, остались за миллион семьсот, миллион восемьсот. Если вы хотите квартиру, чтобы она была, то есть, чем выше этаж, чем дороже. Там пятнадцатый, шестнадцатый этаж, там уже начинают один и девять, два и так далее, тому подобное. Вы пять лет назад эту квартиру купили, года два этот, ну, купили на бумаге, года два этот дом строился, три года вы эту квартиру сдавали, четыре с половиной тысячи шекеля на двенадцать месяцев, сколько, значит, вы ее сдаете, а потом через восемнадцать месяцев, когда подходит время, что вы можете ее продать, через восемнадцать месяцев и не платить налоги, вы можете ее продать и вы зарабатываете где-то приличные деньги. Поэтому, кто интересует такая, такого плана вложения, чтобы заработать деньги? Друзья, другими словами, у кого есть денежки, пожалуйста. Добро пожаловать, да. Да, добро пожаловать. Еще хотелось бы отметить, ты говоришь, плюс, когда идет вот это вот строительство еще на бумаге, там мошкан, тут ты можешь оформить, там процент более, как бы, ну, лояльный или более низкий, да, по сравнению с тем, когда уже дом стоит. Да, можно сделать и купить квартиру на бумаге на уровне котлована, квартиру можно купить в процессе строительства, на уровне котлована одна цена, в процессе строительства другая цена. Да. И когда дом уже сдает, уже третья цена. Но лучше, лучше покупать ее, когда она на бумаге в процессе, только-только начали. Да, да. По закону, по закону, как бы, мошканты, мошканты начинают давать, когда есть терпения, разрешение на строительство. Ну, мы будем, короче, скорее всего, что в следующих видео, мы с Геной сейчас сотрудничаем в плане недвижимости, да. Что я хотел сказать, что в следующих видео мы будем затрагивать темы мошканты, 3, 5, 10, все, что касается аренды, недвижимости, купли, продажи. Будем вам показывать этот рынок, как бы, изнутри. Так что, друзья, вот такая квартира была. Будут еще варианты, буду показывать вам, рассказывать, чтобы вы, как бы, понимали, приблизительно хоть понимали, каких денег, какие квартиры здесь стоят. До новых встреч, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok